Всем привет! Сегодня погода не очень располагает к такому пляжному отдыху и к загоранию. Зато сегодня отлично погулять по парку или по скверам. И сейчас мы находимся рядом с парком Поливаново, за моей спиной. Посмотрите, вот в этот парк. А впереди, сейчас я покажу вам. А прямо, ребят, передо мной, за вот этой церквушкой, находится психоневрологическая больница и сама усадьба Поливановых. Ну, туда мы не пойдем, нам еще в психологическую больницу нет показаний идти. Поэтому мы пойдем назад, погуляем по парку. Пошли! Вот такой вход. Здесь имеется калиточка. И мы проходим туда. И сразу же, ребят, посмотрите, какие шикарные тут виды. Сегодня я уже сказал, что погода именно погулять. Смотрите, вот такое вот суровое небо. Все очень красиво. Вот такой вот ухоженный лес здесь. Мы шли-пошли по дороге, прошли мимо кладбища, и вот перед нами еще одни ворота. И куда же они нас приведут, эти ворота? Это не ворота. Ворота? И тут шла баум. Вот он он. Оп! Прошли через него. Идем дальше. И вот тут открывается перед нами красивейший спуск вниз. И мы идем сюда. Неизвестно, ребят, что нас ждет впереди. Мы, как самые настоящие искатели приключений, идем разведывать неизведанное. А лес становится темнее. Маша, аккуратненько, по дороге могут быть дикие змеи. Пожалуй, надо идти назад. Дальше дорога снимается вверх. Мы идем дальше или нет? Я не потяну, Стефан. Давай ты будешь снимать, а я буду тянуть Стефана. Честно, я хотел бы спуститься вот по этой дороге туда вниз. Но с коляской мы туда не пройдем. Поэтому, ребят, мы пойдем сюда вот. Вот туда. И посмотрим, что же там за горизонтом ждет нас. А вот тут вот какие-то плиты лежат. Видимо, это сооружение моста раньше было. Впереди, друзья, какие-то сооружения проглядываются. По-моему, это ворота. По-моему, это тупик. Или тупик, кстати, да, действительно. Маша, ты слышала? Дикий вепрь закричал. Мне кажется, это только у тебя такие дикие глаза. Все, побежали. Прошли весь парк. За моей спиной ворота на выход. И смотрите дальше. Потому что мы еще посетим все-таки одно таинственное место. Как-то сюда попала машина странная. Она непонятно, как сюда проехала. Потому что проехать сюда невозможно. Везде шлагбаумы. И проезда здесь нет. Что вы думаете по этому поводу? Напишите мне в комментариях. Что эта машина хочет здесь сделать? У них есть ключ. Они открывают все ворота. Запомните номера, ребят. Мы еще с ним встретимся. Наконец-то, друзья, мы выбрались из этого странного места. И идем. Сейчас я покажу вам еще много интересного, которое будет у нас впереди. Так что не переключай канал. Пойдем. Переходим дорогу. И вот смотрите, какие чудесные мастеровые люди тут живут. Такие вот фигурки здесь стоят. И на этой стороне. А вот смотрите, с левой стороны, какая чудесная церковь. Сейчас пойдем ближе. Часовенка. И это, друзья, Благовещенская церковь села Поливаново. Вот такая она красивая. А прямо напротив входа в церковь. Вот такое невзрачное здание старой постройки. И это, друзья, психиатрическая больница. Номер один. Вот с этого ракурса тоже красивая церковь. Ребят, будет сквер. 75 лет победы. Вот его готовят к открытию. Вот мы уже на территории психиатрической больницы. И вот сама усадьба Поливаново. Вот такая вот здание. Вот такая вот здание. И мы идем по Липовой аллее. Вот с такими большущими деревьями. А еще, ребят, стоит посмотреть с этого ракурса на это здание старое. Вот оно такое. И вот туда. Вот такие вот беседочки здесь. Дальше. В глубине этого ансамбля. Что-то типа театра летнего. Пойдем дальше. И вот, друзья, я уже с другой стороны нахожусь. Около выхода. И вот они. Таблички. То, что это вот психиатрическая больница. У меня Алексеева. Номер один. Продолжение следует... Продолжение следует...